Здравствуйте! Сегодня вторник, 15 октября. Телекомпания Соль-ТВ представляет программу «Новый взгляд» в студии Александр Чуклинов. Смотрите в выпуске. Звездный дождь. Ремонт крыши в Доме творчества стал причиной подмоченных помещений. Золотая осень. Под таким не совсем боксерским названием в Соликамске прошел турнир по боксу. Дежурный выпуска. На вопросы телезрителей отвечает врач. И в завершении прогноз погоды на завтра. Для Дома творчества «Звездный» есть две новости. Хорошая заключается в том, что там начали чинить крышу. Ну а вторая уже не очень хорошая, в прямом смысле вытекает из первой. А именно последствия осадков. Насколько сильно пострадали внутренние помещения центра в нашем материале. Сейчас мы находимся в ЦРТДЮ «Звездный», а известный всем как Дом пионеров. И именно здесь мы убедились в пословице о том, что сани необходимо готовить летом. Совсем недавно на улицах города бушевала стихия. Дул порывистый ветер вместе с дождем и снегом. А вот центр детского творчества оказался незащищенным. В стадии ремонта самая главная часть здания – это крыша. К сожалению, директор ЦРТДЮ «Звездный» на месте не оказалась, а ее заместитель отказалась давать комментарий. Сославшись на то, что в центре все в порядке, никаких происшествий. Поэтому вопрос, почему ремонт крыши затеяли именно сейчас, осенью, когда практически каждый день идет дождь, остается неясным. Сейчас мы находимся в спортивном зале. И совсем недавно здесь проходили соревнования. Но что мы видим на сегодняшний день? Стены мокрые. На полу лужи. Ну а потолок не внушает доверия. Актовый зал ЦРТДЮ «Звездный» также пострадал от стихии. Половина кресел накрыта пленкой, на сцене стоят тайзики. Где-то еще даже лужи не высохли. В целях безопасности актовый зал обесточили. Если честно, то в зале страшно находиться. Каждые пять минут сверху слышится сильный грохот. Видимо, строители решили поработать. С потолка то и дело падают капли и сыпется штукатурка. Илона Измайлова, Анатолий Сеснин, телекомпания Соль-ТВ. Сейчас вашему вниманию последние новости, связанные с арестом генерального директора компании «Уралкалий». На прошлой неделе из Минска в Москву поступили материалы по так называемому «калийному делу». Как сообщил вчера руководитель главного следственного управления Следственного комитета России, документы были изучены и все содержащиеся в них сведения в полном объеме будут проверены. Напомним, что Владислав Бомбертна расстается под домашним арестом в Минске, куда он прилетел для встречи с премьер-министром Белоруссии Михаилом Мясниковичем 26 августа. После этих переговоров генеральный директор «Уралкалия» был арестован, что оценивается многими экспертами как месть белорусского руководства российской компании за прекращение сотрудничества с «Беларуськалием». Примечательно, что сегодня один из источников ведущей российской деловой газеты «Ведомости» так прокомментировал сложившуюся ситуацию. Белорусские власти предлагали выпустить Бомбертна в обмен на то, что «Уралкалий» заплатит белорусской стороне 100 миллионов долларов. Во столько они оценили ущерб, якобы нанесенный Белоруссии действиями «Уралкалия». Это предложение было расценено как шантаж, на который Керимов не поддался и поддаваться не собирается. Мы продолжаем следить за развитием событий. В минувшие выходные боксеры из Лыслы, Березняков, Перми и Соликамска выясняли, кто сильнее. На боксерских поединках под не совсем боксерским названием «Золотая осень» побывала Евгения Константинова. Два дня физкультурно-оздоровительном центре на Клистовке проходили бои по боксу «Золотая осень». Для многих ребят занятия боксом начались с того, что папа взял за руку и привел на первую тренировку. Андрей же Поршаков в бокс привел брата. За шесть лет Андрей добился больших успехов и, конечно, он помнит свой первый бой. Это было прекрасно. Первое место занялся. Это было 2010 года. На самом первом бой. На протяжении всех шести лет Андрей тренирует один и тот же тренер и не дает ему никаких поблажек. Ведь у спортсмена есть мечта стать заслуженным мастером спорта по боксу. А для этого придется забыть о страхе и возможной боли. У него где-то более 17 медалей на различных турнирах и соревнованиях. Он имеет первый спортивный разряд. Я надеюсь, что мастера спорта он должен добиться. Конечно, в этот спорт приходят в основном мальчики. Вот и на этих соревнованиях все 150 участников составляли юноши от 8 лет до 18. Всего за время соревнований было проведено 76 боев. Первыми на ринг вышли боксеры младшей возрастной категории в возрасте 8-10 лет. Но несмотря на свой возраст, они показали, на что способны. За два раунда, даже несмотря на то, что на юных спортсменах были надеты шлемы, во рту капла и на руках перчатки, без травм не обошлось. Но на соревнованиях дежурил врач, которая быстро оказала первую помощь. В день соревнований борьба шла не только на ринге. Почти во всех углах фоции ребята продолжали тренироваться. Ведь для каждого из них бокс значит что-то особенное. Не знаю, даже тренировки, может, выигрывать. Нравится. Сила, самозащита, самоконтроль. Я хочу быть чемпионом мира. И для меня бокс – это самая жизнь моя. Андрей боролся за звание лучшего возрастной категории до 13 лет. Додя до финала, во второй день ему пришлось выходить на ринг против своего друга. Перед выходом на финальный бой Андрей немного нервничал, но в бою лучший соперника по праву занял первое место. Вместе с Андреем в своих возрастных категориях на первую ступень пьедестала поднялись еще 49 спортсменов. Не остались без подарков и остальные участники соревнований. 50 человек получили серебряные медали, еще 50 спортсменов получили грамоты участников. Сейчас короткая реклама, сразу после дежурной выпуска и прогноз погоды на завтра. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Просторные коридоры и подъезды. Компания «Соликамс» «Строй», улица Роза-Люксембург, 19, справки по телефону 254-25 и 293-00. Субтитры делал DimaTorzok На 10-й межрегиональной ярмарке выставки производителей товаров и услуг в ЦРТДЮ номер один. Пасека Кучаевых представляет башкирский мед. Разнообразные сорта, дегустация, свежий мед, сбор 2013 года. Пенсионерам и постоянным покупателям скидки 5%. Наши телезрители прямо в эфире получают бесплатные консультации. Пенсионерам и педагога, психолога, юриста и даже врача. Отправляйте свои вопросы на наш сайт www.3wsoldefis.tv.ru или звоните по телефону 707-83. Сегодня на вопросы телезрителей отвечает врач Елена Пономарева. Сегодня мы рассмотрим вопрос, как справиться с нервным напряжением на работе. Мы часто попадаем в цейтнот, не успеваем сделать все дела, нервничаем, попадаем в депрессию и развивается синдром двоечника. Когда ничего не успеваем, ничего не получается. Что нужно делать все-таки? Основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не допускать стресса и в последующем депрессивного состояния. Но первое, 30 минут в день нужно уделять планированию своего рабочего времени. Все должно быть расписано. Должен быть блокнот, в котором записаны все дела по времени, когда их нужно сделать и придерживаться в течение дня этого правила. Обязательно. Обязательно нужно создать на работе благоприятный психологический климат. Как говорят, нужно подбирать сотрудников, а не подчиненных, с которыми вам удобно работать и комфортно работать, которые будут вам помогать в каких-либо трудных жизненных ситуациях. Обязательно необходимо правильно сформировать свое рабочее место. То есть оно должно быть, во-первых, в соответствии с вашей работой, оснащено необходимыми какими-то техническими средствами, должно быть эстетически оформленным, и должна быть соответствующая температура и освещение. То есть должны быть условия максимального физиологического комфорта для организма. И что еще очень обязательно соблюдать в таких случаях? Нужно успокоиться. Если возникает какая-то стрессовая ситуация, мы начинаем нервничать, что мы не успеваем сделать, мы это не сделали, нужно сесть, успокоиться. Для этого делается простое очень упражнение. Делается неглубокий вдох с выпячиванием живота, затем выдох на 2-3, на счет 2-3, выдох, живот втягивается. При этом улучшается кровоснабжение сердца, легких, улучшается кровоснабжение мозга, и наступает определенная релаксация. То есть вы несколько раз повторяете это упражнение, и можете приступать с новыми силами к следующим действиям. На этом пока все. Телекомпания Соль ТВ желает вам интересных, полезных, а главное, хороших новостей. С вами был Александр Чуклинов. Увидимся завтра в 18.30 на телеканале «Звезда». Далее вас ждет прогноз погоды. Всего вам доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok